Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Честно говоря, вам нужно понравиться то, что я вам скажу. Несмотря на то, что я сочувствую вам, несмотря на то, что мне безумно жало, что вы оказались в такой ситуации для себя, конечно же, непростой. Я думаю, что глобально проблема заключается в том, что вы перекладываете ответственность за некоторые проблемы на других людей, при этом игнорируя себя и свою ответственность, а также свои решения и свои, конечно же, действия. При том, что я прекрасно понимаю, что вам больно, я прекрасно понимаю, что у вас есть травма от развода, и от того, что, по сути, ваш бывший теперь уже муж ушёл к другой женщине и так далее, но, тем не менее, есть ощущение, что вы очень не уверены в себе. И тревожные вот эти два момента вместе рождают эту ситуацию, которую вы описываете. Итак, дочь начала общаться с отцом по Вейберу. Мы в разводе, расстались плохо, ребёнок тяжело, переживал уход папы и даже обращались к психологу. Ну, то есть обращались к психологу, молодцы, но обращался к психологу только ребёнок, не вы, вам тоже психолог нужен, потому что мы сразу вот тут, а? Правильно? Вот, ну и не совсем понятно, что вы имеете в виду, в говоря, расстались плохо. Кто расстался? Ваш муж плохо расстался или вы с ним? Он расстраивал дочь против меня и врал ей. Возможно. Но у него не было бы никаких шансов, если бы у вас с дочерью всё было бы в порядке. Так что здесь человек просто пользуется тем, что у вас в отношениях не всё гладко. Поэтому я отобрал год назад телефон. Ну, отбирать у восьмилетнего ребёнка телефон не лучшая идея, вы не находите. Вы сами даёте карты папе. Вы сами даёте отцу, отцу ребёнка, как бы, плюс вы сами дискредитируете себя. Если у вас нет другого способа решить проблему, кроме как физически отобрать телефон, то это большая проблема. Сейчас у неё другая снимка, она вчера нашла в контактах с папой и начала с ним общаться. Сегодня я прочитала сообщение и опять просказывала, что все это мама виновата, а не он. Правильно ли я понимаю, что вы не уважаете личное пространство своей дочери и ждаете её переписку, ждаете её сообщения. Это её переписки, это её контакты, это её общение. Вас это не касается. Вы грубо нарушаете личное пространство своей дочери. Ну и личные границы своей дочери тоже. До этого я три месяца не вспоминала ребёнка, это не должно вас волновать. Вспоминала она ребёнке, не вспоминала ребёнке у отца с дочерью. Свои отношения, у вас с дочерью свои отношения. Как быть в этой ситуации? Как быть в этой ситуации, чтобы что? Диалог у нас с ним не получается. Ну так, вы можете отзвоить навыки бесконфликтного общения, и вам станет легче наладить диалог. А женщина, которого он учёл, ещё и психолог обработал его хорошо. Это перекладывание ответственности, понимаете? То есть это женщина виновата, она психолог. Я вам открою секрет, психологи никого не обрабатывают. То есть представьте, как одна агрессия в мой образ от него идёт. Так при чём здесь женщина? А при чём здесь женщина? Это его агрессия. Агрессия может быть вызвана тем, что было в ваших отношениях. Плюс она ещё гадит из-под пешка через госструктуры, мне и моей матери палки в колёса вставляют мелкие пакости, но неприятные. Это, мне кажется, больше в области юриспруденции вы сейчас идёте. Опасаюсь, что его новая пакция может проложить и к этому руку, чтобы настроить ребёнка опять против меня через него. Если между вами и дочерью есть проблемы, то кто угодно может испортить ваши отношения. Вам бы вместе с дочерью к психологу обратиться и вместе, вместе с психологом поработать. Папа ей писал, давая в состоянии от мамы общаться, чтобы она не знала. Но опять же, папа может писать всё, что угодно. Если между вами и дочерью доверия нет, то кто угодно может ситуацией воспользоваться. Посоветуйте, как быть в этой ситуации, разрешить общение или запретить. Вы не вправе запрещать ребёнку общаться со своим отцом. Не вправе. Поэтому здесь решайте не вы. Рассталась, потому что он ушёл к любовнице, с которой сейчас живёт. Нет. Любовница – это следствие проблем в отношениях. Развод был в марте этого года, а разговора между нами так и не было нормального. Судя по этой фразе, у вас есть обиды, недосказанность и незавершённость. С этим может помочь психолог. До сих пор взаимные упрёки, предоставляющие скандал, приказы встречи. Ну вот. Вот мы и видим ваш вклад в конфликт. Вы говорите, что диалога у нас не получается. Но вы же сами вносите в этот вклад. Вы сами вносите вклад упрёками и тем, что развиваете скандал. За счёт того, что вы не пережили развод, не пережили его уход, только у вас остались переживания. Вот. Ребёнок знает, что баба нашёл другую тётю, а дочери 9 лет. Дочь знает, что мы с бабой не ладим и не получается у нас договориться. А вы здесь размываете ответственность. Давайте больше с позиции я. С позиции вашей ответственности поговорим. У меня не получается договориться с папой. У меня. Точнее, я не лажу с папой. Он в свою очередь так ей не принялся, почему он ушёл от нас, почему он к ней не приезжает. Я не думаю, что это вас касается. То есть, вообще, здесь вот ключевой момент в том, что между вами и вашей дочерью нет личных границ. Как будто бы. После того, как папа и настраивал против меня, что это я его выгнала и не пускала домой, что это плохая, это я плохая, прямо так и говорилось. После этого мне было очень сложно наладить общение с дочерью, так как я для неё стал врагом номер один. Ну, не сложно увидеть, что и с папой, и с мужем вам отношения наладятся сложно. И новые женщины, мужа ставят вам долго в колоссо, и с дочерью вам сложные отношения наладят. Знаете, то есть, как бы, есть у вас проблема в коммуникации, очевидно. До сих пор у нас не до конца получается уживаться, а вот опять у нас. У меня, у меня не получается ужиться с дочерью, потому что какие-то её проявления вызывают у меня чувства, с которыми я не знаю, что мне делать. Она иногда как ёжик выпускает иголки, это нормально, ребёнок переживает, и к ней нужен подход, умеет договориться, а вы умеете. Опасаясь, что сейчас наручится даже то, что вам не достигло. Не наручится, если вы будете работать с психологом и вашей дочерью, то есть, если вы вместе с вашей дочерью будете работать с психологом над своими отношениями. Ничего не наручится. Понимаете? И совершенно точно, если вы будете читать её сообщения и решать такие вещи, как запрещать или разрешать с кем я общаться, это не добавит позитива вам. На этом всё, я надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Удачи!